всем огромный привет и вы на канале супер гекты и сегодня я рада вас приветствовать в третьем сезоне игры восьмое чувство тренды желаю приятного просмотра сейчас будет очень интересно я играю второй раз а потому уже ну более-менее наверно представляю что мне ожидает значит не открывать коробочку сейчас вместе с вами мы ее вскроем секундочку я надеюсь что секундочку не хотелось бы сильно много на это тратить времени на потому что потому что одним кадром так я запуталась если честно коробочки находится что пленка подключить микрофон ничего все исправила сорян ну как получилось ну блин конечно обидно ну ладно я скоро кто уже вскрыла начался процесс так что как получился пультов далее значит мне как обычно положили сюда коробочку в которой в которой что находятся соответственно ароматы которые мы будем сейчас вот третий сезон вместе с вами а слушать здесь у нас конверт конечно же как всегда рандеву заботливо кладет блоттеры по которым мы сможем они кстати не знаю все не все до пронумерованы что очень кстати удобно здорово так здесь у нас открытка добро пожаловать в третий сезон восьмое чувство сезон игры восьмое чувство тренды бог перед вами арома бог с восьмию загадочными ароматами так все понятно значит что нам необходимо дам ответить какие самые яркие ноты вы чувствуете в данном аромате когда мы будем конкретно какой-то аромат да с вами слушать второе попытайтесь определить какой категории относится композиция масс-маркет виндаш люкс или ниша ничего себе как расширился диапазон третьем опишите свои ощущения ассоциации вызванные каждым из сэмплов поле ваш сам фантазии приветствуется опишите свои ощущения с отцы вызванные каждому не поняла четвертый попробуйте назвать бренд или название аромата вот и все начиная описывать аромат назовите его номер указанные на промках все понятно так 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 постарайся ответить на все выше указанного просто максимально емко ясно критерии оценки видео участника так все это понятно это уже не важно так еще раз насчет определить какой категории ощущение ассоциации какие яркие но ты чувствуете все понятно и бренд или тогда попроще прошлый раз еще надо было выбрать какой понравился какой нет это даже же пронумеровала но видимо не нужно так здесь тоже запечатана так начнем с самого первого до неожиданно пока особо кстати аромата и нету так ну ладно я приготовила заранее конечно же кофе чтобы что чтобы то чтобы все это нам не было отчетливо слышно и так ищем 1 но вот единственное только на поиске тратить время не очень хотелось бы и так и так так ну ка боже какой красивый аромат я хочу сказать что это очень красивый аромат первые не знаю что это конечно не аромат этот вроде как не знаком я думаю что это люкс на самом деле при этом при всем да то есть это не ниша определенный это люкс и аромат яркий насыщенный а при этом свежий то есть это такой свежачок мне отчетливо слышится какая-то фруктовая нота предположу что ананас ананас может быть дина ханина арбуз вряд ли нет ананас может быть персик белые цветы ощущаю боже какой красивый и что-то еще но не могу честно говоря понять что это что-то очень знакомое невероятно но это вот определенно на мой взгляд люкс ой какой приятный да все нот который назвала их по-прежнему слух а сирень вот я здесь учет его сирень чувствую причем именно белую сирень но не обязательно ну вот вот вообще просто шикарный аромат повторюсь я не знаю как у смысле что это за бренд потому что ну потому что не знаю не знакомы с этим ароматом вероятно так второй сэмпл второй что тут у нас это молекула это точно молекулу так сейчас еще брызну но какая по счету затрудняюсь сказать возможно четвертое потому что я знаю только вторую близко скажем ну первую очередь очень приятный но хотя я не уверена что это молекулы конечно но мне так вот слышно что это молекул здесь такой замшево теплый и одновременно терпкий аромат вот замши здесь и табак ощущаю замши табак у меня даже сейчас в начале прям молекулу почувствовала но потом спустя время мне кажется даже что это tom ford на самом деле как вы понимаете отношу я это определенно к нише да скорее все таки tom ford все молекула ушла первые прям ноты молекула вот причем но вторую похоже тоже сейчас я слышу tom ford скорее всего так вот а да какие ощущения ассоциации для меня это вы знаете вот именно у этого аромата мне представляется такой теплый кашмировый свитерок и ты сидишь под пледиком читаешь книжку пьешь какао вот такой для меня уютный интересный или знаете там сидит дедушка или папа с трубкой курит и просто наслаждаются этим временем вот такие ассоциации тоже третий аромат давайте тестировать 3 тех мимо чуть-чуть так уже обоняние притупилась что следовало ожидать ну вот этот аромат он какой-то знаете ну прозрачный что ли сам по себе довольно плоский и я не могу даже толком нет ну можно что-то все скажу для меня это прям аромат свежевыглаженных рубашек причем именно от рубашек свежевыглаженных так пахнет вот от такого рода ткани да прям один в один погладили поглаженные вещи все-таки окей ну вот и представляется мне кладильная доска куча вещей поглаженных чистых и почему-то белых у меня вот так вот увидится ничего себе что это необычно ну и все и все такая вот прям свежесть как будто он водный совсем ну вот именно когда гладишь пар ну отпариваешь вещи заодно и вот соответственно этот пар тоже дает как будто такую водную нотку где-то 4 так 47 444 для меня вот честно вот поднимает настроение вот это вот все это так прикольно вот дальше ничего себе тоже какой-то необычный аромат вот честно говоря вот этот вот четверочку я бы сказала что это что-то наверное может быть даже винтажная опять же мне драмат не знаком у меня такого аромата не было и я его также не тестировала это определенно поэтому конечно я не назову бренд аромат очень интересный такой свежий мне сразу же представляется лук где растет лук не лук а лук где растет зеленая свежая трава солнце светит и бежишь вот так раскинув руки в стороны навстречу вот этому солнышку и вот вот такое вот ощущение счастья праздника одновременно здесь есть на самом деле такие газированные ноты вроде природе не имеет отношения но ассоциации у меня вот именно такие возникают и вообще такой аромат счастья вот если честно а тогда вот газировка какая-то типа буратино если говорить о газировке вот свежесть утра и газировка ну прикольно же до дача лето вот как-то так очень такой солнечный мне кажется здесь есть аромат персика ой солнышко выглянул смотрите я стала в этом говорить выглянул солнышко вот она как солнечный персиково нежный пастельный такой классный вот прям вот этот мне очень понравился если честно и вообще заинтересовал будет потом интересно узнать что же это за аромат да такой классный который так мне понравился так дальше следующий это пятый сэмпл ой мимо мимо вот и солнце ушло ведь и стоило договорить про этот аромат и солнышко зашло за облака а тоже неплохо знаете ой такой он странный необычный какой-то вообще не пойму даже толком вот вот это тоже я бы отнесла ну кстати то не винтаж все-таки не знаю будет ли это работать но я скажу то не винтаж из крем может быть ниша вот а это вот это определенно винтаж он какой-то я бы даже сказала пыльный мне представляется вот не поверите наверное я не знаю почему будто в подвале находится книжные шкафы и соответственно с книгами там пыльно и холодно вот такой вот прям подвальный аромат подвально-книжный аромат вот такой интересный вообще-то необычно конечно да вот именно так и его опишу разложить на ноту его достаточно проблематично потому что что-то такое знаете витает за что ты хочешь вот так схватиться и сказать а вот он вот но не успеваешь она куда-то улетает я бы еще сказала что это аромат облаков ну вот как то так ну может здесь а вы знаете что здесь есть пачули вот определенно здесь есть пачули вот они ярко-ярко выражены и в перемешку с какими тут это акватический акват ну хотя не акватично просто пыльными нотами все таки так дальше седьмой какой-то у нас там шестой шестой так шестой брызгаем ой 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 вот такие эмоции вызывают аромат вот этот мне тоже понравился я вообще все-таки хочу галочку даже поставить вот он мне прям тоже понравился и какой там еще запомните да я говорил ой блин ну вот это вот это ниша на мой взгляд ты возможный люкс вот тут я определиться стопроцентностью пожалуй не смогу все-таки склоняюсь к ниши возможно вот вы знаете чем пахнет вишенкой и миндалем я бы сказал что наверное может быть это tom ford черри да он называется какой-то там хотя для том форда может быть легковат но я кстати не тестировал тот аромат я лишь предполагаю вот похоже то есть да это миндально-вишневый аромат и мне представляется какой-то такой знаете десерт на столе именно миндально-вишневый чай уют а может быть даже кафе где вот так вот все немножко даже празднично и клубнику я чувствую вот здесь очень ярко слышно клубника сливки в ух ты их вот прям я этот аромат беру на заметку не знаю пока какой ну ничего узнаем скоро так дальше следующий это у нас седьмой аромат так ну ка что тут у нас о боже 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 сорян это винтаж точно винтаж блин который сбивает с ног просто кстати что-то мне напоминает но конкретно что я честно говоря что-то никак не могу вспомнить ну то есть какой конкретно где-то будто бы возможно если не обманывает меня мое сознание я слышал его но это не точно аромат такой вот прям почуливо ядреный почуливо-деревяшистый ядреный для меня это вот я не знаю когда тоже тоже подвал наверное ну вот честно про просто вот такие стоят показываю свои ассоциации да вот и соответственно мою реакцию реакцию рассказываю ассоциации значит подвал где вот ну полки из дерева причем дерево такое уже старенькое может где-то подгнившая и на нем стоит бутылки вина старого вот такого уже до настоявшегося крутого вина чтобы понимали они там жир бодрявого быть старый нет именно крутое это крутое но кто знает тут те знаю да что чем дольше вино держится тема круче вот и знаете вот такие желтые цветы еще мне представляются по запахе подуванчики ну типа и на горе почуливо древесно зам но замши не ну такое знаете где-то там на задворках и замша потерялась так дальше последний аромат а ну как последняя почему-то я перепутала что ли блин явно на 8 не знаю ничего страшно да здесь нет ничего бывает так обидно досадно ну ладно так а вот этот вот такой вот такой эмоции вызвать не слушайте я давно кофе не вдыхала красные ягоды для меня это красная смородина вот именно что смородина кисленькая немножко перчик но ты спать эту загоня обычно красный корень мне присоединить красный корень не могу вспомнить чего можно сказать нет нельзя блин очень красивый аромат ассоциации пока не вызывают рот никаких хотя прогулка по какому-то старому городу примечательному и такому знаете необычному городу который имеет кучу достопримечательностей при этом да и и красиво в нем вот в принципе я бы сказала что это может быть как прогулка по чехии да где красивые здания так и прогулка по парижу ой очень красиво может быть здесь еще есть какая-то легкая нотка кофе или что-то подобное ну чуть-чуть есть вот все таки что за корень вот прямо вот корень 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 короче если есть там корень вот это вот это он мне кажется здесь еще есть ирисы блин он такой красивый вот его я тоже отмечу вот прямо отмечу топчик вот эти ноты замши здесь будто тоже есть кожи немного я прямо практически влюбилась ух ты какой он классный вот и но собственно игра закончилась а я надеюсь она вам понравилась было интересно ставьте лайки не забывайте голосовать за меня скоро не скоро вернее это просто сейчас я не сейчас укладываю в общем по когда появится голосование вам оставлю ссылочку где можно это сделать и обязательно голосуйте за меня мне будет очень приятно всем удачи и так я все же выполнил да я все сделала все сделала в общем и пока до встречи в следующих видео спасибо за внимание и да новые зрители тоже пожалуйста голосуйте за меня если вам понравилось данное видео всех люблю всем пока Пока!